Всем огромный привет! С вами я, Алина Кокодалка, канал Иронично Таро. И сегодня мы погадаем для всех студентов, для тех, кто не листает, для тех, кто сдает честно своими мозгами, своими мыслями, своими силами. Для тех, кто не имеет богатых папиков, богатых родителей, связи, а честно-честно грызет гранит наук. Когда-то я и сама была такой. Итак, сегодня нам поможет вот такая колода. Ведьма день за днем. Хочу сделать именно на ней, потому что я давно с ней не общалась, естественно. Вот колода хорошая, говорящая, рабочая, яркая и, знаете, вот такая вот молодая. Поэтому давайте посмотрим, удастся ли вам. Будет всего 5 вариантов. Вам нужно выбрать любой из них, для того, чтобы посмотреть, сможете ли вы сдать эту сессию, как вы ее сдадите, да, или же не сдадите. Я еще раз напоминаю, если вы за все экзамены платите, то это видео не для вас. Смело его закрывайте. Я его делаю только для тех, кто честно сдает экзамены сам. Да, есть еще и такие последние из Макикан. Итак, номер 1. Всего 5 номеров. Почему 5? Я об этом, может быть, расскажу в отдельном видео. Когда-нибудь. Каким образом я выбираю то количество карт и то количество позиций, которое будет. Номер 2. Номер 3. Номер 3. Номер 4. И номер 5. Дорогие, кто выбрал номер 1? Что будет у вас в сессии, как вы сдадите? Выпала карта Сила, выпала карта Шестерка Жезла, выпала карта Луна. Считаю, что блестяще вы сдадите. Вот такие карты выпали. Считаю, что все будет хорошо. Вы сейчас очень-очень волнуетесь, переживаете. Но, на самом деле, это того не стоило. Посмотрите, вот на карте Луна. Маленький совсем котенок. Каким он огромным кажется в воздухе. Здесь кошка представляет собой страхи и неприятность. Очень интересная колода. И считаю, что вы справитесь блестяще, ярко. И очень даже здорово и замечательно по этим картам. И сможете даже покорить самого неприступного учителя. Но, дорогие, это не повод забивать на учебу, идти там гулять, веселиться, тусоваться из-за того, что вот вам выпало. Все равно вы должны все знать. Следующий, второй вариант. Как интересно. Тут конкретно даже показали учителя, который вам может вставлять палки в колеса. И вам придется заручаться помощью женщины, которая будет вам помогать все-таки с ним уладить конфликт, чтобы экзамен, чтобы вот в сессии зачет или что там, чтобы он вам поставил. Но король жазлов это мужчина. Посмотрите, он здесь картами стоит у доски. И что-то там связано с географией, с политологией, с чем-то таким. Посмотрите, как интересно. Ну, есть проблемы, но вам женщина поможет их преодолеть. Безусловно. Следующий у нас кто? Номер три. Дорогие, номер три. Влюбленные, туз, пентакли, четверка кубков. Явно вас поставят перед выбором или пересдавание по карте влюбленная. Вполне может, влюбленные может быть, что вас заставят пересдавать. Также очень похоже на то, что помимо того, что заставят пересдавать, еще и попросят денежку, потому что туз пентакли выпал и четверка кубков. В общем, вы с больной головой будете не знать, за что хвататься. Но вот так, если посмотреть, да, у нас получается семь. Я квин считаю семь. И четыре одиннадцать. Все-таки, учитывая правосудие, я считаю, что вы сдадите, но очень сложно. Не с первого раза. С проблемами, с препятствиями и с денежными вливаниями. Да-да. Следующий у нас номер четыре. О боже. Тут выпала снова карта император, дьявол и четверка жезлов. Могут быть проблемы с предметами а-ля черчения. Я не знаю, есть сейчас такие предметы или нет. А-ля геометрия. Математически там есть чертежи. Вот сейчас я вам покажу карты, вы все сами увидите. Также выпала карта дьявол. То есть, такое возможно, что если вы девушка или симпатичный молодой человек, возможно, к вам учитель будет приставать ради экзамена. Да-да. Вот даже так. Но все хорошо закончится. Но очень уж такие сложные дядьки будут у вас. Скорее всего, я сомневаюсь, что женщины пристают к своим студентам. Хотя, кто его знает. В общем, смотрите карты. Мне не нравится дьявол. Очень похоже, что будут ставить условия, манипулировать, снижать оценки. И посмотрите, пожалуйста, вот на карте императора. Вот здесь вот у него чертежи под ногами. Видите? Проект, чертежи. Вот что там возможно придерутся. Дьявол, он в деталях, знаете. А вот эта карта свиток с чертежом очень похожа на дипломную работу, на проект. Там, где расчеты, чертежи, вот что-то вот такое. Вот в технических специальностях. Либо в архитектурном тоже может такое быть. Дьявол мне не нравится. То есть, вот эта карта, там где он предлагает либо деньги, либо мороженца лизнуть. Ну, не нравится мне его мороженца совершенно. Так что держите ухо востро. Есть опасное, опасное, опасное. Либо кто-то может предложить сброситься учителю на что-то. И, возможно, это будет с тем расчетом, чтобы еще и себе что-то в карман положить. Бывает, когда вот всей группой сбрасываются, да. Тут что-то нечистое. Мне этот дьявол вообще не нравится. И вам нужно быть очень-очень-очень аккуратными. И не идти никакую на риск и сделку со своей совестью. Номер 4. Так, теперь номер 5. Как сдадите вы? Пятерка мечей, двойка мечей, жрица. Вы знаете, мне кажется, очень сложно. И вам могу дать совет. Не идти отвечать после умной. Дорогие девушки, дорогие парни после умного, после ботаников. Почему? Потому что явно видно поражение на фоне другого человека. То есть кто-то ответит очень хорошо, очень вот так круто, очень подробно. И вы на его фоне, даже если неплохо знаете суть, но вы все равно затеряетесь. Не будет вот такого масштабного, глубокого, подробного, книжно-червивого ответа. Понимаете? Вот, поэтому, дорогие номер 5, мне нравится. Мне велик шанс, что вы завалите экзамены. И по карте верховная жрица. И такой учитель может попасться, который не берет деньги. И сам не знает, что ему надо. И я бы на вашем месте обязательно бы шла отвечать после того, кто ответ вообще отвратно сделал, да? Чтоб на его фоне хоть немножечко получше звучать. И, конечно, конечно, не идти ни на какой конфликт, вообще не спорить. Если подарят тройку или какие сейчас там по-другому, по баллам, соглашайтесь на тройку. Потому что будет конфликт с учителями у вас, с преподавателями однозначно. И больше вот по этим картам конфликт женщины. Вот эта вот верховная жрица, какая-то старая кошелка, которая может недолюбливать девочек. Дорогие девочки номер 5, не идите сдавать в красивых платьичках, которые показывают ваши формы, ваши красивые длинные ноги, вашу пышную грудь. Этого не нужно, потому что вас могут зарезать, да? Вот есть выражение «зарезала», тут даже вот карта такая. Поэтому очень-очень аккуратно, готовьтесь тщательно-тщательно. На этом сегодняшнее видео я завершаю. Кроличью лапку вам и светлую трезвую голову вам в помощь. Желаю всем сдать все экзамены. Желаю всем закончить те вузы, которые они хотят закончить. И самое главное найти свое место в жизни, свою работу по душе. И чтобы эти экзамены были самыми сложными экзаменами в вашей жизни. Чтобы жизнь не ставила вам других экзаменов. А экзамены в институте и в школе сдают все. Всем пока!